Послушайте, я не буду выходить перед залом, потому что главное сегодня, все взгляды должны быть либо на нашем юбиляре, либо на экране. Я продолжу некоторую биографическую справочку. Ну, судя по всему, вот после этого клипа, после этой песни, наверное, подтвердились мои слова о том, что этот полковник, как он смеется седой, маленький, толстый, лысый с усами, остается ребенком и романтиком. И это здорово, это значит, оптимизм самое главное в твоей жизни, Валера, и отдавай нам его больше. И тогда все вокруг будут такими же романтиками с душой ребенка. Это замечательно. Значит, будет мир, не будет войны, и все будут счастливы. Ну, вот этот романтик, слысенный сегодня военный пенсионер, полковник запаса пограничных служб ФСБ России, и стоит на месте. Большую часть его жизни занимает патриотическая работа, в первую очередь с молодежью. И, конечно же, здесь нельзя не вспомнить о культурно-патриотическом центре, центре долг и память, который существует уже почти 15 лет, в центре, который создал наш друг Владимир Ильич Щепицкий и собрал под знамена этого центра, в общем-то, всех неравнодушных к теме истории Отечества, подвига, и, конечно же, в первую очередь обращенные к подрастающей молодежи, как к нашей смене. Валера много выступает, еще в юности увлекшись жанром авторской песни, с неизменной спутницей-гитарой, которую он приобрел в Берлине, сменяв на башмаки, прошел туристическими тропами по Теньшаню, по Миру, Карпатам, участвовал в самых различных фестивалях авторской песни, военно-патриотической песни. И когда-то Юрий Висбор создал клуб «Тоника», кто-то слышал об этом, знает. Вот завтра удивительный день, завтра день рождения Юрия Висбора, и мы об этом сейчас вспомним. И вот Валера в этом клубе долгое время принимал участие и считает своими наставниками в авторской песне друзей из алматинской юности. Вот он попросил перечислить их имена и фамилии. Наташу Приезжаеву, Приезжаеву, Анатолия Марынкина, который несколько лет назад ездил с нами на фестиваль Куликова Поля, специально приезжал в Россию, он живет сейчас в Одессе. Ольгу Качанову, Вадика Козлова, с кем вместе состоял в клубе «Тоника» и многих-многих других авторов-исполнителей. По роду деятельности, как военный журналист, Валерий писал в основном прозы. Зарисовки, репортажи, пробовал себя в жанре очерка, а также писал стихи о буднях пограничников. Вот удивительно, какое бы стихотворение он ни писал, так или иначе он все время сваливается в пограничные темы. Даже про любовь. У него любовь к женщине переплетается с пограничной полосой. Это постоянно, мы даже иногда над ним шутим. В 1994 году вышел его первый сборник. Затем, через год, в 1995-м, второй, а в 1999 году третий сборник стихов под общим названием «Бисер жизни». Многие стихи становились и становятся песнями. Вот Николай Калачь Игнатов тут решил опередить. Валерий, мы, наверное, нарушим, да? Сейчас вот будет фотография. Я дам микрофон Николаю Игнатову, и он хочет произнести первый тост.